Девушки отдыхают Но моя дорогая мама, ты не переживай, никто не навредит твоей доченьке Да, брат Брат, ты не спрашивай, что произошло Что случилось? Этот наш божь, клянусь, он меня когда-нибудь доведет просто У меня был один единственный день, чтобы отдохнуть, и он его забрал у меня Наш нашел Халита Он заболел, и вместо него теперь я буду... Как понимаешь, наш пикник сегодня накрывается Вот как? Ну, да, к сожалению, так Я и Бахар хотел сказать, но... А я в деревне К тебе шел Я Бахар скажу Хорошо, брат, спасибо, увидимся Это Бера звонил? Ну и что он говорит? Он уже выехал? Да, выехал Ну давай, мы не будем задерживаться, поедем Удачи вам Увидимся, мама Всего доброго Мама Тебе понравятся эти котлеты? Знаменитые котлеты дяди Овсана Я так скажу, это само блаженство Кемаль? Ты чего это задумался? Да так Уголь хороший, я его рассматривал Ладно, я позвоню Берату Он до сих пор не приехал Узнаем, где он там застрял Бахар Не звони Почему? Ну это Когда мы были дома, Берат позвонил И сказал, что Ну, Берата, дела появились Он не сможет прийти Ну я тебе там не смог сказать Подумал, твоя мама не разрешит там и все дела Ты разозлилась? Нет, нет Хорошо Ну я тогда костер сейчас разожгу Хандан Ну что, смогла дозвониться? Нет Он не отвечает Я тоже не дозвонилась Ну ладно, продолжай звонить Я очень обрадовалась, Джунейт Фэрдай, но там, с кем ты хочешь связать свою жизнь Ты любишь ее Это видно Правильно, что ты не стал ждать Это хорошая идея Благодаря тебе Ты очень помогла мне Спасибо огромное Ну не преувеличивай По-моему, ты тоже замечал, что все-таки не так, но Никак не мог начать действовать Потому что я ждал шага от нее Ждал, что она закроет глаза на все и сделает это Но, к сожалению, это должен был сделать я Человек, который боится, не сможет сделать шаг Именно так Я ждал, что она ничего не думает, сделает шаг вперед Но она просто хотела довериться мне Ты сделал то, что должен был Через 15 дней у вас будет свадьба Она увидит, что кроме нее меня больше ничего не интересует Я вижу тебя очень счастливым Ты очень расслабился Ой, я очень рад за тебя Я сделал этот шаг, и мне так хорошо стало Вот смотри Какой выберет Фарида Посмотрим Не думаю, что у нас с Фаридой совпадают вкусы, но Ты любишь модерн Но Фариде вряд ли это подойдет Ей нужно что-то обычное Это тоже не подойдет А, вот это подойдет Это что-то среднее между вашими предпочтениями Ну как? Котлеты принести? Нет, пока рано Все нормально? Нормально? Нормально все идет? Супер, супер Ну же, гори, гори Да любой человек сможет разжечь огонь Давай, гори, гори как человек Как же это сложно, а? Там уголь остался? Нормально? Нормально, да Ну, скоро будет, то есть Ну, ты садись Чтобы не пачкаться Да я сделаю, Кемаль Нет, еще чего Я справлюсь К тому же Я хочу Чтобы хороший огонь был Потому что если будет плохой огонь Потом внутри котлеты не будут готовы Ладно Через две минуты будет готова Ты не волнуйся Все нормально Ну ладно Господин Джунэйт очень рад Через две недели у него будет свадьба Мы потеряли много времени Много Он старается ради свадьбы, которой никогда не будет Не смей волноваться Просто жалей Наш большой босс скупился Он подозревает Селима Он попросил изучить Селима и Фариду Серьезно, что ли? Не волнуйся Все под контролем Селим до этой свадьбы будет в кровати Фариды Этой свадьбы не будет Джунэйт разочаруется А ты излечишь его раны Как делишки? Нормально Ты разговаривал с ним об оптовой закупке? Поговорю Куда мы торопимся? Несмотря на такие строгие условия договора Ты такой спокойный Значит, что-то тут есть Что такое? Ты сегодня очень веселый Что такое? Скоро узнаем Дядя? Можем немного поговорить? Давай Я изучил организацию, о которой вы просили Вот так? Вы разговаривайте У меня тут дела появились Увидимся Рассказывай Есть сплетни о том, что между Фаридой и Селимом есть какие-то отношения Как я и думал Но неизвестно точно, насколько эти слухи правдивы Нет доказательств То есть Это слишком искренние отношения для друзей Даже очень искренние Но я все еще Думаю, что это не так, дядя Все-таки они друзья детства Люди любят сочинять, знаешь Дыма без огня не бывает, Тунчик Делай, что говорю Продолжай изучать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кемаль Хочешь хлебушка? А, там борок есть Давайте я борок принесу Не забывай же вот этим Скоро котлеты будем делать Дай-ка мне котлеты Возьми Подожди, подожди Дай-ка помогу Я справлюсь Кемаль Мне кажется Как-то не очень горит Согласен Ладно, согласен Не справился Но я никогда этим не занимался Ведь я всегда занимался мой брат Кемаль Кемаль, посмотри на свое лицо Ты словно с угольной шахты Ты лицо свое вымой Я справлюсь Ладно Добро пожаловать Кто это, Назира? О, здравствуйте Заходите Здравствуйте Юлдис Я в комнате для гостей Доверяю вам, Юлдис Хорошо, что она приехала сюда У нее нет настроения Ты не волнуйся, сынок Мы за ней проследим Что доктор говорит? 15 дней буду делать уколы А потом будет еще одна попытка Надеюсь, в этот раз все получится Я надеюсь, но Она очень расстраивается Хорошо, смотрите за ней Хорошо Не волнуйся Всего доброго Всего доброго, сынок Всего доброго Я пойду проведу ее, Назира Ладно, сестра Как ты, дорогая? У тебя что-то болит? Ну, твои глаза говорят обратно Послушай Если ты будешь так сильно переживать По этому поводу Ты очень расстроишься Мам, прошу Со мной все нормально Давай не будем обсуждать это Отдыхай Не переживай Как ты за две минуты справилась? Я привыкла Но у нас дома Этим всегда я занимаюсь Умут Мой брат, который в армии Даже он в этом не разбирается Возьми Отлично Ты садись Я их сейчас принесу Ладно На самом деле Весь секрет Майонеза Конечно, дядя Асраф Не знает, что я знаю Его секрет Но Я такие же дома могу сделать Не знал, что ты такая умелая В этом деле Да не преувеличивай Это так Есть много чего В чем я не разбираюсь Например Макияж Ну, я не умею Макияж делать У нас дома только Кадер в этом разбирается А, кстати, знаешь что? В начальной школе Я подрабатывала у парикмахера В начальной школе? Угу Половина дня школа А потом работа Потом я работала в ателье Только представь В час все делали по три дела А я всего только одно Что еще ты делала? Не знаю То есть Я делаю то, что умею Как получается На самом деле Когда я была маленькая Я на базаре воду продавала Я зарабатывала на свои расходы Ну и на расходы у мута Представь себе тоже Я не росла Играя в игрушки Но Все равно детство мое было хорошее Я узнала больше о жизни Познакомилась с людьми Увидела, какие проблемы бывают у людей А потом я поняла кое-что Счастье не в деньгах Каждый человек сам создает свое счастье на самом деле Прямо сейчас Если бы мы были в дорогущем ресторане И кушали самую хорошую еду Я бы не была так счастлива, как сейчас Ты серьезно? Кемаль Ты посмотри на этот прекрасный вид Да, уж не могу не согласиться Боже, котлеты Котлеты горят Боже, они действительно сгорели Мы остались без еды Боже мой Ты посмотри, они все горелые, а? Что же будет теперь с этой девушкой? Я так расстраиваюсь Но при этом я ничего не могу изменить Вот что я скажу Это все ее свекровь виновата Про ребенка все уши Прожужжала ей Ну и наша теперь боится, что мужа потеряет Ну и правильно У него тоже нервы нестальные Мать его каждый день рассказывает о этом ребенке Ты что такое говоришь, Назира? Что это? К тому же Фирмана из-за этой ситуации Йолдес никогда не оставит Ладно, ты сделай Йолдес чай, чтобы она расслабилась А я пойду в гостиную А ты когда пришел, господин Усман? Рано, работу закончил Ладно, я скажу Назире, пусть накрывает на стол Не надо торопиться Садись, поговорим Уши открой и слушай меня внимательно Я так понимаю Ты искать не хочешь Поэтому я нашел Фариди, хорошего мужа Опять звонит Хандан Ты ответишь мне, Кеман? Ответишь? Он опять мне в лицо отбой дал, а? Кемаль, лучше бы ответил Может быть какая-нибудь важная новость? Нет Я потом перезвоню Если будет продолжаться в том же духе И все закончится, Кемаль, у меня ввиду Как знаешь Как знаешь Что? Оставьте сообщение после сигнала Абонент временной Что ты себе позволяешь, а? Возьми-ка Почему ты выключил свой телефон? Я сейчас ни с кем не хочу разговаривать Вот почему Это твоя девушка звонила? Ну Конечно Меня не касается, но Нет Не моя девушка У меня ее нет Ты, Фариди, нашел мужа? Кто это? Он иногда сюда заходит У нас в офисе работает Самый хороший вариант Селим Ты сказал Селим? Скажи, пусть приходят, просят Все расходы на мне Ну не надо так, господин Усман Фариди и Селим, брат и сестра Тоже мне, брат и сестра Ты на ногах спишь Они всегда вместе О чем-то шушукаются подозрительно Брат и сестра Да я вчера видел, они обнимались там И торт хотелось бы заказать Да Все подробности отправлю по почте Спасибо Послушай Я не буду этим заниматься Ты меня знаешь Если такое есть, понятное дело есть Пусть у тебя Селима просит Фариду Пусть уже нормально все будет Чтоб не было слухов Пусть следят за этим Начинать нужно с фундамента Ну то есть, сначала научишься чистить Потом разжигать Кемаль Если хочешь, могу научить тебя, как разжигать мангал Очень хочу А я научу тебя работать с деревом Я не против А знаешь, мы Можем ведь пойти в мастерскую твоего отца Он ведь не против будет? Нет, не будет Сходим 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok